Главным конкурентом второго боя Головкин Альварес в следующем году считают потенциальный поединок супертежей Уайлдера Джошуа. Уайлдер Джошуа – это огромный бой, два непобежденных нокаутера супертежа и шанс объединить титулы. Я разрываюсь между ним и между реваншем Головкин Канело, хотя, как я уже говорил, Головкин не победит решением, для победы ему нужен нокаут, пишет ведущий популярного твиттер-аккаунта Абоксика Йоу Кинз. Комментатор ESPN Дэн Рафаэль в своем чате ответил на вопрос о текущей форме казахстанского нокаутера Головкина. «Я большой фанат Трипл-Джи, но сказал бы ты, что он все еще в расцвете сил. Я считаю, что он уже не в самом расцвете, но это не значит, что он не остается выдающимся», написал Рафаэль. Президент Golden Boy Эрик Гомес объяснил, почему с большой долей вероятности второй бой Головкина и Альвареса состоится в Лас-Вегасе. «Да, конкурировать с Лас-Вегасом другим городам действительно трудно, здесь есть удобства, несопоставимые ни с одним городом в мире, мы можем устанавливать большие цены на билеты, потому что сюда съезжаются любители просаживать много денег, здесь для них есть все — развлечения, ставки, рестораны», — сказал Гомес. Лёффлер прокомментировал недавнее интервью американской боксерши, дважды побеждавшей на Олимпиаде Клареса Шилдс. «Нам было нужно, чтобы Клареса Шилдс была судьей в Вегасе в первом бою Triple G с Канело, Клареса знает», — пошутил Лёффлер в твиттере «Очевидно, промоутеру Головкина понравилось, как Шилдс проанализировала первый бой казахстанского боксера, она сказала, что Геннадий выиграл бой, а Канело убегал от него» «Пafter, Клареси, стремлевого боксера»